Эпидемиологическая обстановка в городе до сих пор первая на повестке аппаратного совещания правительства. В Рио губернатора Севастополя Михаил Развожаев уделяет ковиду особое внимание. Если блокпосты сняли, это не значит, что пора расслабляться. Больше контроля надо в отелях, ресторанах, на экскурсиях, словом, везде, где массово присутствуют туристы. Михаил Развожаев поручил создать стратегию по тестированию сотрудников сферы обслуживания и транспорта. Тем более, что мощности лаборатории позволяют. На особом контроле у главы города зарплаты врачей это касается не только выплат по ковиду. Михаилу Развожаеву продолжают поступать вопросы о повышении окладов медикам. По словам в Рио губернатора Севастополя, если из-за повышения окладов возник дефицит средств, это не повод уменьшать размер доплат сотрудникам. Показатели, которые должны были выполнить наши медицинские организации, вот за апрель месяц на 63 миллиона, за май примерно такую же сумму, то сейчас, ну это в целом по Российской Федерации такая ситуация. Сейчас решается вопрос о обеспечении дофинансирования, ну примерно так же, как и по предпринимателям, потому что отрасль здравоохранения также попала вот в эту... Александр Ильич, ну это все понятно, с Фомсом все будем разбираться, но мне все равно вот эта вот история с базовыми окладами, еще раз говорю, там простая логика. Подняли базу, есть фиксированные выплаты, надбавки к базе, стаж вредный, но то, что не может быть, оно зафиксировано в процентах. Эти проценты никто уменьшать не имеет права. Плюс есть стимулирующие выплаты, там уже от интенсивности и так далее, которые распределяются в зависимости от вклада, так сказать, в трудовую историю. Мне продолжают поступать сигналы, что заставляют врачей переподписывать трудовые договоры с измененными фиксированными процентами. Вот сейчас все у нас закончились, все мероприятия, большие политические, сейчас давайте готовьте совещание, приглашайте всех главных врачей, давайте мне трудовые договоры, будем сидеть разбираться, значит. На оценку пляжной обстановки у врио-губернатора терпения и вовсе не хватило. Со стартом сезона жалобы на переполненные мусорки и отсутствие туалетов прилетают все чаще. Горы мусора, вот это вот все, вот это все не пойдет. Туалеты должны быть, нету там стационарных не успели, пусть привозят, выставляют. Ну как бы должно быть все в какой-то логике все равно. Потому что пиво продавать и там все остальное, они быстро все организовывают. А туалет поставить элементарный, на неделю растягивается решение вопроса. То одно, то другое, то третье. Ну что это такое-то? На этой неделе наведите мне порядок на пляжах, на всех. Особенно государственной формы собственности, как вы выразились. То, что ГБУ у нас управляет. Там особый спрос. Но из частников тоже. Не хотят, пускай уходят. Другие тут, знаете, очередь стоит поуправлять. Только стандарты должны быть соответствующие. На этой неделе департамент гурхоза со специальной комиссией проведет ревизию всех пляжных операторов. Отдельно подготовят список мест, где купаться опасно. Его разместят на сайте правительства. Полина Кольт, Андрей Вовк. Новости Севастополя.